Санитары Барновольского ковидного госпиталя обратились к президенту. Им не выплачивают положенные надбавки. В России уже действует запрет на экспорт гречихи. Как его переживут алтайские аграрии? На чемпионате Европы будут играть двое барновольских футболистов. Как земляки смогут их поддержать? Санитары главного ковидного госпиталя края, горбольницы номер 5 в Барнауле, обратились к президенту с просьбой обратить внимание на то, что им не начисляют положенных выплат за май. В числе обделенных сразу 23 санитара. Руководство больницы пояснило, что никакие взыскания на младший медперсонал не накладывало. Табель рабочего времени уже передан в фонд соцстрахования. Между тем, в медучреждении сейчас проходит служебное расследование. В больнице сегодня оперативно создана комиссия по проверке фактической отработки времени и объема начисленных выплат. Мы с каждым из сотрудников обсудим и проведем беседу, чтобы больше не возникало недопонимания. В Краевом Минздраве заявили, что ситуацию держат под контролем. И по итогам расследования, которое завершится к 15 июня, сообщат о его результатах. А в Краевой клинической больнице сегодня опробовали новую методику в лечении мочекаменной болезни. Под руководством главного уролога страны прошла операция, в ходе которой пациенту удалили образование не полостным способом и даже не через мочеиспускательный канал, а через прокол размером всего в 2 мм. Насколько эффективен такой метод, расскажет Артем Гусельников. За хирургическим столом главный уролог России Алексей Мартов. Он руководит процессом. В руках барнаульского специалиста не скальпель, а игла для пункции. С ее помощью всего за несколько секунд обеспечен доступ к почке. Дальше в работу вступает лазер. Он превращает камень в буквальном смысле в пыль. Измельченная фракция выходит с помощью специальной трубки. Весь процесс занял менее получаса. Вся тенденция современной медицины и урологии заключается в том, чтобы уменьшить страдания пациента. То есть если мы раньше, например, доставали большие камни через отверстия в почке, скажем, 1 см, то сейчас они 2 мм. Такой метод стал возможен благодаря развитию лазерных технологий. Врачам удалось уйти от полостных операций к работе с пункциями. В Барнауле оборудования такого уровня нет, поэтому специалисты привезли собственное. Но в Краевой клинической больнице обещают приобрести технику до конца этого года. Алтайский край является индемичным районом по мочекаменной болезни. Естественно, потребность таких операций очень велика. И, естественно, мы хотим помочь этим пациентам с наименее травматичным, наименее инвазивным способом. Ежегодно тысячи пациентов Края нуждаются в удалении почечных камней. С внедрением новой методики, говорит врач, щадящих операций станет больше. Период восстановления больных сократится с 10 до 3 дней пребывания в стационаре. Единственным противопоказанием может стать низкая свертываемость крови. Возрастных ограничений нет. Оперировать можно и младенцев, и пенсионеров. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. Трое жителей Края пострадали в дорожно-транспортных происшествиях на железнодорожных переездах в этом году. Погибших нет, но в 2020-м жизни оборвались у двоих. Накануне Международного дня безопасности на ЖД-переездах алтайским водителям снова напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Это страшное видео облетело всю Россию. Пару дней назад авария случилась в Анапе. Водитель автомобиля буквально вылетел на пути перед движущимся поездом. Два человека погибли. У нас своя печальная статистика. В 2020-м в Алтайском крае жертвами ДТП на железнодорожных переездах стали два человека. Основная особенность какая? Железнодорожный состав – это огромная масса, вес достигает до 10 тысяч тонн. Остановиться он не может. Поэтому основной упор сейчас делаем не только на техническое оснащение, перевооружение ЖД-переездов, но и на совместную профилактическую работу с органами ГИБДД и органами местной власти. В Алтайском крае сейчас 237 ЖД-переездов. На некоторых сегодня дежурили сотрудники ГИБДД. Напоминали водителям, как правильно их переезжать и вручали памятки. Столкновения автомобиля и железнодорожного состава носят самый резонансный характер и тяжелые последствия. Будьте внимательны. В курсе всегда следим за этим. Бывает зачастую красный свет включается, бывает впереди тяжеловоз, он может немножко отъехать назад. Нам, естественно, нужно быть поаккуратнее, соблюдать дистанцию. Соблюдаете, потому что штраф платить не хочется? За жизнь боюсь. Ну, а штраф это уже второстепенно. Кстати, штраф за несоблюдение правил на железнодорожных переездах составляет от 5000 рублей. В особых случаях водители и вовсе могут лишить права управления автомобилем. Только в этом году в крае камеры видеонаблюдения зарегистрировали 23 нарушения. 8 человек наказаны. А пока водители нарушают, такие кадры продолжают шокировать жителей России. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком. Вот уже несколько дней в России действует запрет на экспорт гречихи и гречки. Официальная причина – необходимость создать запас крупы внутри государства и сдержать рост цен на нее. Однако алтайские сельхозпроизводители расценили данную меру неоднозначно. Почему? Ответ в сюжете Анастасии Дороган. Пока ситуация развивается не хуже и не лучше, чем в предыдущий год. Сдержанный оптимизм, жаль, он не о запрете. В непростом 2020-м здесь собрали 16-17 сеньеров с гектара. Средние для гречихи показатели из-за засухи. Культуру выращивают почти 30 лет, она регулярно приносит доход. Посевные площади не растут, увеличить стараются урожайность. После объявления запрета с 5 июня экспорта гречихи и гречки, чтобы в стране не было дефицита крупы и, как следствие, повышение цен на нее, фермеры не изменили планы по объемам сева. Основная масса гречихи уже отсеяна. Те площадя, которые мы запланировали, мы их отсеяли. Мы их не изменили ни в меньшую, ни в большую сторону, даже со стороны хорошего спроса. Все-таки севооборот, баланс его никто не отменял. Производитель сбывает гречиху крупным отечественным компаниям и дистрибьюторам зарубежных. Запретительную меру уже ощутили на закупочной цене. Оно упадет у сельхозпроизводителя. Это первое звено, где падают сразу моментальные цены. На сегодняшний день цена в пределах упала где-то рублей на 5. Закупали 45, а сейчас мы уже гречиху закупаем 40. На 5 рублей сразу цена упала. Если брать в расчетах, то, грубо говоря, на одну машину 100 тысяч, а на 5 машин уже полмиллиона. На Алтае четыре десятка заводов-переработчиков гречихи. У предприятия Евгения Помещикова эта культура основная. И это лето он уже сравнивает с пандемийным 20-м. Те же закрыты границы, а значит и убытки. Говорит, за месяц на экспорт в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Беларусь край подавал 60 вагонов круп. 20 из них поставляло его предприятие. А сейчас вагоны возвращаются с границ. Сельхозпродукция уходит на склад, где и без того имелось сырье. В данный момент остатки гречихи в крае составляют 50 тысяч тонн, что выше, чем на аналогичную дату прошлого года, и свидетельствует об отсутствии дефицита. Запасов вполне достаточно для обеспечения перерабатывающего сектора до сбора нового урожая. Достаточно и даже более чем. Россия потребляет 90-120 вагонов в месяц. Мы производим 200-220 вагонов в Алтае. 60 на экспорт, здесь 60 по складам раскидываются, грубо говоря, переходящие остатки. Сейчас все на Россию не надо. По прогнозу Евгения, заводы-переработчики могут просто встать до осени, а в августе работать усиленнее и вывести за границу запланированные объемы экспорта. И тогда к чему это все? Полагаю, что оценку эффективности моратория на экспорт гречихи и продуктов ее помола делать преждевременно. Главная задача – это стабилизировать цены. Сельхозпроизводители уверены, что цена будет только расти. Переработчики рассуждают. Допустим, удастся отвоевать десятую часть стоимости. По статистике, человек съедает в месяц пачку гречки. То есть, на фоне прочего, экономия для среднестатистического россиянина составит 10 рублей в месяц. В итоге, вместо запрета участники рынка предлагают другую меру. Ну, давайте-то нам по, как сказать, по льготной цене тоже удобрение на внутреннем рынке. Тот же дистоплив на внутреннем рынке. И тогда у нас будет внутренний рынок. И продукты питания нормальные, дешевые. Раз не хотят в рынке работать-то нам. Добавим, что на фоне запрета экспорта на Алтай в этом году посеяли на 24 тысячи гектаров гречихи больше. Всего 510 тысяч гектаров. А запретительные меры, опасаются многие сельхозпроизводители края, могут привести к еще большей непредсказуемости рынка. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. Десятки барновольцев попались на удочку лжеэнергетиков. Псевдокомпания, которая орудует в городе, платно устанавливает электросчетчики, подставляя жителей под крупные штрафы. Накануне специалисты Барновольской горэлектросети выехали к своим абонентам напомнить, что за приборы учета не нужно платить ни копейки. Подробности у Валентина Аскервой. Ну вот по этому номеру я звонил. Но это не наш номер, это не город электросети. Написали меняйки, там какие-то страшилки. Я и звонил сюда, и заявку по этому номеру оставлял. Ну, а вы знаете, что город электросети осуществляют замену приборов учета абсолютно бесплатно? На лице Александра недоумение. Страшилки, о которых он говорит, Барнаульская горэлектросеть среди своих абонентов не распространяет. Тем не менее, неделю назад житель многоквартирного дома Александр Кунгуров увидел в дверях записку. Ваш счетчик подлежит обязательной замене. Цена вопроса 4700 рублей. О крупных штрафах за самовольный демонтаж счетчика ни слова. Ну, этого я не знал. А они подробности вот эти не рассказывали? Нет, нет, нет. К слову, в этом доме на деньги развели не только Александра, но и еще несколько семей. Вот только вспоминать про свою невнимательность готовы не все. Здравствуйте, Барнауль, как вообще? А что, скромирай, вы обществу ли больные? За последнее время самозванцы ввели в заблуждение 42 абонента. Каждый подписал вот такой документ, чем полностью подтвердили свое согласие на оплату всех санкций. Ведь за вмешательство в приборы учета и их демонтаж на основании постановления правительства 354 грозит штраф, размер которого исчисляется десятками тысяч рублей. Бумаге об этом написано, правда, очень завуалировано. Сумма штрафа зависит от того, когда в последний раз сотрудники гор электросети проверяли электросчетчик абонента. Максимально это 30 нормативов, поясняют энергетики. Норматив потребления зависит как раз от количества проживающих, от степени благоустройства квартиры. И он колеблется, вот эти 30 нормативов в рублях, это колеблется от 30 тысяч, допустим, до 80-90 тысяч. Я говорю, это все зависит от норматива, как раз применяемой для данной именно той квартиры, которой это произошло. Для всех жителей города Барнаула хотелось бы отметить, что если какие-то проблемы существуют с прибором учета, то в компании существует очень много каналов связи, когда можно обратиться к гарантирующему поставщику и сказать о наболевшем. Эту заявку обязательно примут, назначат день, согласованную даже дату и время для посещения абонента для действий с прибором учета. По закону, с июля прошлого года за установку и сами счетчики платить не нужно. Их Барнаульская Горэлектросеть устанавливает своим абонентам абсолютно бесплатно. Вот как это работает. Специалисты Горэлектросети заведомо предупреждают о своем визите. Абоненту достаточно быть в это время дома. Затем меньше 20 минут и старый устаревший счетчик заменен на новый. Энергетики при замене электросчетчиков также предупреждают об ответственности за самовольное вмешательство в работу прибора учета. Вот ваши копии актов. Прибор учетного установления введен в эксплуатацию. И согласно 354-го постановления Российской Федерации, вы не имеете права счетчик снимать, демонтировать. К слову, псевдоэнергетики, которые орудуют в городе, часто ссылаются на окончание сроков эксплуатации счетчика. И это тогда, когда прибор мог бы еще прослужить не один год. Мы, в свою очередь, сами решили связаться со злоумышленниками, которые вводят людей в заблуждение и разводят их на деньги. Здравствуйте. Меня зовут Валентина. Я корреспондент телеканала «Толк». К нам обратились жители по адресу Суворова, 4. Они жалуются на то, что им устанавливают платно приборы учета. Можете как-то это прокомментировать? Барнаульская гор-электросеть призывает своих абонентов к бдительности. Не верьте, если предлагают заменить электросчетчик за деньги и не демонтировать прибор учета самостоятельно. Без представителя гор-электросети. Благодаря этим двум правилам можно избежать крупных штрафов за безучетное потребление. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. День с толком. Реализации программы, с которой партия и 30 тысяч ее членов шли на выборы в 2016 году. Удалось выдержать главное направление. Расходы на социальную политику за 5 лет выросли почти с 19 миллиардов до почти 44. Доступность социальных услуг с каждым годом растет. Сегодня уже с уверенностью можно сказать, что гражданам все реже нужно обращаться к учреждениям. Многие вопросы стало возможно решать без личного присутствия онлайн. Пока еще нужно много работать над решением главного нашего вопроса, который мы, к сожалению, все не решили. Это значительного роста доходов нашего населения. По словам Романенко, благодаря работе партии объем инвестиций в регионе за 2020 год превысил 120 миллиардов рублей. Это рекорд за последние 10 лет. Все так же, по словам Александра Романенко, при поддержке единороссов за несколько лет в крае построено и отремонтировано 59 больниц, 63 ФАПа, 83 детские поликлиники, 95 дамов культуры, более 100 миллионов выделено на развитие театров. Появилось более 20 тысяч новых мест в школах и детских садах края. Это первый вопрос конференции. На втором партийцы немного обновились. Ротация у нас ежегодная. Ротацию мы пропустили только в прошедшем году. И, естественно, эта ротация, которая проходит в этот раз, это не кардинальное обновление руководящих органов партии. Все-таки мы находимся в преддверии большой избирательной кампании. Это плановая ротация по различным основаниям. Кто-то утратил партийный статус, кто-то, соответственно, перешел на другое место работы. Самая заметная ротация в президиуме регионального полицовета. Его покинули Галина Буевич и Стелла Штань. Избрана Вячеслав Франко и Юлия Фролова, председатель Первомайского районного собрания депутатов. Но в завершении встречи единороссы избрали делегатов, которые отправятся на съезд Единой России в Москве 19 июня. Задача наша сохранять за собой лидерство, сохранять большинство, для того, чтобы по самым острым, по самым серьезным вопросам иметь всегда возможность определять политику развития, в данном случае нашего региона, наших районов. Праймерис для местного деления партии уже прошел неплохо. В предварительном голосовании Единой России приняло участие 227 тысяч человек. Сейчас все ресурсы единороссы направят на программу. Ведь совсем скоро для всех политических сил состоится главное событие года – выборы в Госдуму и АКЗС. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком. Объекты по программе формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда» жители выбирали в ходе голосования. Оно проходило с 26 апреля по 30 мая на единой федеральной платформе и официальных сайтах городов-участников. Свои голоса дали больше 150 тысяч жителей края старше 14 лет. Самыми активными стали барнаульцы, бейчане и рубцовчане. Так, жители краевой столицы большинством голосов поддержали набережную Аби и парк Юбилейный, Наукограда, Бульвар, ГДК и сквер Заречный. А в Рубцовске победу одержали сквер Комсомольской славы и территория клуба «Патриот». В чемпионате Европы по футболу, который стартует уже завтра, примут участие двое наших земляков. Барнаульцы Александр Соболев и Юрий Дюпин. Как их шансы проявить себя на престижном турнире оценивают алтайские болельщики и будут ли организованы фан-зоны, знает Дмитрий Дроздов. Прямо сейчас на мне форма барнаульского «Динамо». В ней играли спортсмены 1997 года. Именно в этой форме, на этом поле, в эти ворота забивал голы нападающий Александр Соболев, который прямо сейчас защищает цвета московского «Спартака». И ровно 9 лет назад стражем этих ворот был Юрий Дюпин. Но сейчас он настоящая стена казанского рубина. В настоящее время эти двое будут защищать цвета национальной сборной России на предстоящем чемпионате Европы. Поэтому мы с вами можем гордиться, что частичка Барнаула будет на таком крупном международном турнире. Для нас, для всех одноклубников Саши по «Динамо-97» он остается таким же простым нашим барнаульским парнем. Все мы его помним в детстве как веселым. Очень много забивал мячей. То есть настоящий русский бомбардир. У барнаульских воспитанников, считает футболист местного «Динамо», есть все шансы проявить себя на чемпионате. Команда провела сборы в Австрии, по итогам которых на престижный турнир отобрали 26 из 30 футболистов. Им на групповом этапе предстоит сыграть как минимум в трех матчах, которые и определяют дальнейшее участие команды. Первая игра пройдет в Питере. Поболеть за команду массово, как выяснилось, можно всего на двух площадках. Титов-арена и бар-опера. А вот в парке спорта Алексея Смертина официально из-за коронавируса просмотра матчей не будет. Не будет работать и главная фан-зона последних лет – парковка у торгового центра «Арена». Если мы с вами обратим внимание на сетку расписания чемпионата, то мы поймем, что большинство игр выпадает на ночное время. Рядом у нас находятся жилые массивы, находится поселок Солнечная поляна. То есть игры выпадают на ночь и ночью громкое вещание будет мешать жителям близлежащих домов. На Читов-арене будет работать большой экран. Его установили на фасаде здания. Здесь же для болельщиков организуют и развлекательную программу. Для удобства зрителей планируем на центральной площади организовать какие-то посадочные места. Может быть, летнее кафе. Ну и провести какую-то работу дополнительную также со зрителями. В баре и ресторане предупреждают организаторы масочный режим и допустимая наполняемость помещения 50%. Если матч выпадает на ночное время, несовершеннолетних болельщиков не впустят. Для всех остальных без ограничений. До двух часов у нас будет, так скажем, дискотека, работа диджей, бар, кухня. А до двух часов можно собраться, потанцевать, настроиться. Ну а потом мы на экранах, всему периметру на телевизорах запускаем трансляции. Будем надеяться, что наша команда выйдет в плей-офф. И вот этот вот праздник футбола, он у нас продолжится. Не ограничится тремя играми. Организаторы фан-зоны надеются, что болельщиков, желающих поддержать нашу сборную, компанией найдется немало. Главное, чтобы наша сборная не подвела. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Сегодня жители нашего региона стали свидетелями уникального природного явления – солнечного затмения. Оно началось в 18 часов и продлится до 20. Довольно длительное по времени, но в нашем регионе перекрывающее светило лишь наполовину. К слову, следующее солнечное затмение произойдет только через 9 лет. Для того, чтобы наблюдать солнечное затмение или смотреть за активностью солнца, необходимо защищать свои глаза. Это светофильтровые очки, специальные для наблюдения за солнечным затмением. А это светофильтровое стекло от маски сварщика, которое тоже вам может помочь увидеть это достаточно редкое явление. Добавим, 26 мая было лунное затмение. Сегодня солнечное. Время между двумя этими астрономическими событиями астрологи называют коридором затмений. Сегодня наша планета выходит из него, что должно, по мнению астрологов, положительно отразиться на событиях. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компания «Эволар». До встречи.